Эти сотрудники полиции ходят в одной и той же форме и зимой, и летом. Они не носят звания, а их имена отражают историю семьи и места рождения. Речь идет о служебных собаках, незаменимых помощниках, страже порядка. На днях нас пригласили познакомиться с этими удивительными сотрудниками славянской полиции. А мы, в свою очередь, хотим рассказать вам о них. Если его отпустить не убежит? Да, он побежит, вот я сразу. Опытный четырехлапый оперативник Граф при виде видеокамеры и микрофона засмущался. Давать интервью – это не то, что преступников ловить. Потому об успехах своего друга пришлось рассказывать инспектору-кинологу Александру Вознюку. Последнюю кражу мы раскрыли вчера. Кража была велосипеда. Задержали человека, который украл велосипед с помощью собачки. Человек задержан. Дал признательные показания, что он украл. И таких преступлений за последние семь месяцев Граф и его коллеги раскрыли более двадцати. В славянском отделе МВД служат девять собак. Немецкие и восточно-европейские овчарки – лабрадоры. У каждого свой профиль. Одни обучены искать оружие и взрывчатку. Другие – наркотические вещества. Третьи – специалисты по поиску людей, конвоиры. Собака – друг человека. Она не предаст. Поможет. Где-то, может, что-то не поможет. Сам пытаюсь как-то доработать. Специально для нашей съемочной группы. Лабрадор Рэй – специалист по поиску оружия. Нашел спрятанную в машине боевую обойму. А армавирский алмаз-музгал в считанные секунды по запаху, оставленному на ноже, нашел спрятавшегося в деревьях человека. Собаки эту работу выполняют играючи. Они просто рады сделать своему другу, человеку приятно. Но чтобы так легко справиться с работой, и пёс с самого раннего детства, и его наставник проходят серьезную подготовку от двух до шести месяцев в одном из лицензированных учебных заведений в Ростове, Уфе, Сочи или Армавире. Особое усилие надо прикладывать, конечно, к занятию с собакой, потому что это трудоемкая работа. Надо каждый день с ней заниматься, уделять хотя бы час-два, каждый день уделять собаке. Чтобы в дальнейшем уже как-то было легче работать. Специфика, конечно, есть своя, потому что надо и ухаживать за ней, также убирать, вычесывать, гулять. Сейчас кинологическая служба Славянского отдела МВД проводит набор сотрудников. Требуются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Прошедшие службу в армии, желательно имеющие опыт общения со служебной собакой. По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров отдела МВД по Славянскому району, который расположен по улице Школьной, 301. Славянские четвероногие стражи порядка очень ждут новых наставников, которые станут им коллегами и друзьями. Мария Климова, Александр Косицын, Александра Тимовская, программа «События».